Хоккейный клуб Мурман завершил серию домашних игр. Но помогли ли родные стены стадиона строитель в этот раз? Ведь ледовая дружина умудрилась скатиться на последнюю строчку турнирной таблицы. Разбираем матч и делаем прогнозы. Хоккеисты Мурмана, судя по всему, вдохновленные прошлой победой над Кемеровским Кузбассом, решили с самого начала игры не давать сопернику шанса. И с первых минут перешли в наступление на ворота новосибирского Сипсельмаша. На седьмой минуте, получив голевую передачу от Николая Гаврилова с углового удара уверенным попаданием в ворота соперника, счет открыл нападающий Мурмана Константин Зубарев. К началу перерыва уже 5-0 в пользу северян. По первому тайму, я думаю, неизвестно бы, как все повернулось, если бы Сипсельмаш реализовал свои моменты. Но у нас здорово выручил вратарь у них и как бы дал такой толчок ребятам. Забили удачно голы. И в целом, я считаю, провели такую неплохую качественную игру. Понятно, что не без ошибок, но в целом неплохо ребята отыграли. Сипсельмаш, который переживает сейчас не лучшие времена в своей спортивной истории, а это семь поражений подряд до матча с мурманской командой, противостоять северянам не смог. А к 34-й минуте еще и допустил пенальти в свои ворота, который успешно реализовал капитан мурманского клуба Петр Захаров. Трибуны стадиона «Строитель» ликовали. Хотел бы сказать большое спасибо болельщикам, что приходят в такую погоду, морозную, так сказать, приходят, поддерживают нас, что дает нам силы хорошо играть. Два удаления у Мурмана, казалось, подарили новосибирцам шанс вернуться в игру. Но очередная контратака мурманчан принесла северянам еще одну очко. А после перерыва снова неудача для Сипсельмаша, гол в свои ворота. Поразить наши они смогли лишь в конце встречи. Счет 7-2 в пользу хоккейного клуба «Мурман». Четыре гола мы привозим. Один сами себя забиваю. На что-то рассчитывать очень сложно. Но при всем при этом, я считаю, Мурман сегодня был достойным победы. Поэтому их поздравляю. Вторая победа подряд позволила Мурману подняться с последнего места турнирной таблицы, обогнав Кировскую родину. Теперь подопечные Александра Кротова готовятся к игре в Первоуральске, где уже 4 февраля проведут встречу против местного уральского трубника. Продолжение следует... Продолжение следует...